Здравствуйте, товарищи! В средствах массовой информации продолжается сага о четырехдневной рабочей неделе. 5 августа в «Известиях» было опубликовано интервью руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, в котором он об этом опять говорил. Ну, что он говорил? Значит, это мы будем разбирать. А что требуется вообще говоря от руководителя профсоюзного объединения, профсоюза? Профсоюзы – это организации работников, которые для совместной борьбы за свои интересы, прежде всего, производственные. И по понятию, значит, руководитель профсоюза должен выражать эти интересы, очень ясно отставить позиции работников, тех, кто образует вот эти самые массовые организации трудящихся. Ну, Шмакова давно все знают, но мы имеем возможность лишний раз убедиться, как интересы работников придаются руководителям крупнейшего профсоюзного объединения. Ну вот, значит, разберем по этим моментам. Шмаков сообщает о том, что он был в Удмуртии, и там на крупнейшем предприятии видна четырехдневка, все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% зарплаты. О чем идет речь? Речь идет о том, что люди теперь меньше загружены, да, то есть они переведены в разряд частично работающих, поскольку рабочих дней больше все-таки в неделю, чем нерабочих, и с уменьшением заработной платы. То есть в этом случае, когда происходит сокращение рабочего времени с уменьшением заработной платы, на самом деле нельзя говорить о сокращении рабочего времени как и таковом, потому что когда речь идет о сокращении рабочего времени, это означает, что за меньшее число рабочих часов, отработанных часов, люди получают прежний уровень заработка. Не за час, а суммарно заданных. Поэтому на самом деле, вот эта четырехдневка, о которой говорит Шмаков в Удмуртии, это ничего нового нет. В 90-е годы у нас и трехдневки были, и двухдневки, то есть работников переводили в состояние частично занятых, с соответствующим урезанием зарплат. Это вообще к теме сокращения рабочего времени не относится. Поэтому давайте это выкинем, а отметим для себя, что Шмаков не то не подает недомыслию, ну что не такой, наверное, глупый человек, а сознательно смешивает понятия сокращения рабочего времени и перевод в частично безработных или частично занятых работников. Ну хорошо, идем дальше. Он пишет о том, что надо говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих слов в неделю. Ну вот с этим специалисты и эксперты Фонда Рабочей Академии выступали очень давно, они разоблачали этот мошеннический прием, жульнический, когда говорили якобы о сокращении рабочего времени, имея в виду, что происходит сокращение числа отработанных дней. Потому что при сохранении рабочих часов никакого сокращения рабочего времени не происходит. Так вот он эту мысль услышал, ну кто же нас не слышит, да, потому что в этом смысле специалисты Фонда Рабочей Академии люди наиболее подготовленные, их ты не проведешь на мякине, и они выводят всех на чистую воду. И вот мошенникам и жуликам, даже если они возглавляют крупные общественные объединения, приходится с этим фактом считаться и вроде бы как разграничивать понятие сокращения рабочего времени и сокращения числа отработанных дней в неделю при сохранении общей продолжительности рабочей недели. Вот он разграничил. Но что он говорит? Дальше. Значит, внимание. Надо говорить о 35-ти, о 36-ти часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики. Итак, о 35-ти часовой рабочей неделе, то есть о сокращении продолжительности рабочей недели надо говорить. Давайте это запомним. А по-другому строить производственные графики? Что имеется в виду? Например, увеличить количество рабочих часов с 8-ти до 10-ти, но при этом объявить о трех выходных днях. Вот и сказал правду, да, Шмаков. Вот и раскрыл свои мысли. То есть о сокращении продолжительности рабочей недели надо говорить, а надо по-другому строить производственные графики, то есть увеличить количество рабочих часов с 8-ми до 10-ти, но при этом объявить о трех выходных днях. Причем сократить, точнее говоря, увеличить количество рабочих часов с 8-ми до 10-ти это надо, а объявить о трех выходных днях, это вот объявить. То есть вы объявите о трех выходных днях, а уж сколько вы будете работать дней на самом деле, это предполагается, видимо, по мысли Шмакова, будет решать работодатель. То есть мы видим, что Шмаков якобы, так сказать, разграничивая понятие сокращения рабочих часов и сокращения количества дней от работы на неделю, на самом деле выступает сторонником сжатия рабочей недели. Прямо вот сказано, что надо увеличить количество рабочих часов с 8 до 10, с увеличением продолжительности рабочего дня до 10 часов. Вот если бы с таким требованием выступали, я не знаю, в 19 веке, в 20 веке правосоюзные работники, я думаю, их бы просто побили бы, работники. Вот приди, вот человек такой, производственный коллектив, там в 17 году, мы сказали, что надо, вот надо увеличить рабочий день с 8 до 10 и 3 выходных, ну я думаю, что его побили бы человек. А вообще там люди были очень, надо сказать, вот, ну, решительные, да, как-то в таком настроении, что вот не остановились бы перед всякими решительными действиями, я боюсь, что могло быть и хуже по отношению к Шмакову. Ну, сейчас другое дело, что он сидит где-то там в Москве, очень далеко от рабочих, от работников, и где он был в Эдмуртии, я думал, он был в кабинете председателя правкома, там, может быть, и собрали кого-то из начальников бюро, да, так сказать, из ЭТРовцев, профсоюзных якобы активистов. И вот в этом узком кругу, конечно, можно было говорить все, что угодно, и люди, это, значит, такой состав слушателей мог снести все, что угодно. Но если вот прийти в цех и сказать, что, ну, хорошо, вот какой-нибудь цех такой, знаете, где условия, да, потяжелее сказать, что, дорогие рабочие, надо увеличить продолжительность рабочего дня с 8 до 10 часов и еще один выходной. Ну, вот, я беру свои слова назад насчет «хорошо», потому что, ну, вот, мы как-то не сторонники физической расправы, люди могут не сдержаться, ведь очень сурово могли бы поступить со Шмакова. Ну, значит, дальше продолжается та же песня. Ну, хорошо, если вы выступаете за 4-дневную рабочую неделю, и даже говорите, и отмечаете, что надо говорить, по крайней мере, а 35-часовой рабочей недели, ну, внесите это куда-нибудь. Ну, и вот ему задают вопрос, если вы концептуально это поддержите, может, вам тогда как-то включиться в эту работу, спрашивает корреспондент. А мне вот приходилось давать интервью из Вести, и вот там корреспондент, который вот этим делом интересуется наиск, а не вообще говоря, заинтересован в сокращении рабочего времени именно в часах. И вот она как-то все-таки хочет подвинуть этого Шмакова. Но вот тут как можно подвинуть человека, который, так сказать, научился уже и годами занимается тем, что лакействует перед бурразией при сохранении видимости сторонника трудящихся. Он говорит, мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях, видите, в обсуждениях. На самой этой комиссии трехсторонней этот вопрос не обсуждался, потому что он был не подготовлен. Ну, так подготовьте, нет. Готовить, конечно, профсоюз будет приготовить предложение о сокращении рабочего времени. По Шмаковой это вообще мысль недопустимая даже. Такое предложение может поступить от работодателей. Вот чего он ждет. Он ждет, чтобы работодатели выступили с таким предложением. Ну, вот вообще говоря, мне кажется, что господин Шмаков занимается стриптизом. Ну, так вот нельзя как-то раздеваться уже. Ну, вот с другой стороны, как-то ведь надо было отвечать. Уж как вот не весь и ужом, да, нам все равно приходится что-то говорить. Ну, и дипломатам где-нибудь плохое, потому что вот вообще дипломатам язык для чего нужен? Чтобы скрывать свои мысли. А вот ему никак свои мысли не удается скрыть. Значит, он ждет инициативы о сокращении, так сказать, рабочего времени от работодателей. Ну, или хотя бы инициативы о введении четырехдневной рабочей недели. Чтобы он ждет, сами профсоюзы, так сказать, этим не занимайся. Ну, то есть, короче говоря, я думаю, что всем понятно при более внимательном разборе, вот он не занял и десяти минут, что руководство Федерации независимых профсоюзов России ни за что выступать за сокращение рабочего времени не будет. То есть, я напоминаю, что сокращение рабочего времени означает сокращение часов от работных в рамках рабочего дня, в рамках рабочей недели без уменьшения общей суммы заработка. Он за это выступать не будет. И ждет инициативы стороны работодателей, чтобы когда вот они что-то внесли, они пошумели-пошумели, шмаковцы, ну, и спокойно приняли то, что работодатели, то, что им нужно было. А все-таки работодатели, я думаю, что против введения четырехдневки с уплотнением рабочего дня, точнее говоря, с увеличением продолжительности рабочего дня до десяти часов, в принципе, не особенно чего имеют и на это готовы пойти будут. И вот мы знаем, что НПР под этим подпишется. Вот Шмаков об этом, собственно, и заявил. Неужели все так, так сказать, плохо, все так мрачно на, так сказать, профсоюзном ландшафте Великой России? Ну, вот я хочу сказать, что не могла такая быть Великая Россия, Великой своими традициями революционными, своими традициями борьбы за сокращение рабочего времени, ну, совсем вот потерять вот этот настрой профсоюзный и сторонников сокращения рабочего времени в профсоюзах. Наряду с ФНПР, как вы знаете, существует Федерация профсоюзов России, которая была учреждена в свое время на волне борьбы за профсоюзный проект трудового кодекса, подготовленный специалистами фонда рабочей академии. И напоминаю, кто эти специалисты. Их было двое. Это был Константин Васильевич Федотов, он в свое время возглавлял профсоюз докеров, точнее говоря, первичную профсоюзную организацию российского профсоюза докеров в Санкт-Петербурге, и президент фонда рабочей академии, профессор, доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. Вот они выдвигали этот профсоюзный проект, который получил широчайшую поддержку боевых профсоюзов и был двинут в Государственную Думу, где в рейсинге благословения получил второе место. Второе место! Хотя Дума была, конечно, сквозь буржуазной и тогда уже. Так вот, значит, эта идея не была потеряна, идея сокращения рабочего времени, а в этом профсоюзном проекте была предусмотрена норма сокращения рабочей недели до 35 часов, а рабочего дня до 7 часов. Вот Константин Васильевич и Михаил Васильевич об этом позаботились, о том, чтобы включить этот проект. И вот на основе этого проекта, который получил, напоминаю, второе место в рейтинге благословения, были за ним еще в буржуазной Думе, была составлена программа, профсоюзная программа задачи коллективных действий, куда эта норма перешла. И эту программу на своем учительном съезде приняла Федерация профсоюзов России. Эта Федерация профсоюзов России декларировала приверженность к Красному Знамени, поэтому там ни голубые, ни синие, ни зеленые, ни оранжевые, а Красное Знамя. Так всегда профсоюзы выступали с таким знаменем. Да, и не просто декларировала, но вот мы видим, что по содержанию этой программы она вполне заняла позицию Федерации профсоюзов России коренных интересов рабочего класса. А возглавляет Федерацию профсоюзов России с момента ее основания Сергей Анатольевич Ковалев. Это, я думаю, что лучший профсоюзный активист современной России. Потому что вот скоро профсоюз авиадиспетчеров, который возглавлял и возглавляет Сергей Анатольевич Ковалев, 30 лет отмечается. И вот все эти 30 лет профсоюз авиадиспетчеров, он назывался по-разному, Федерация. Теперь Федеральный профсоюз авиадиспетчеров во главе, в авангарде профсоюзной движения России своей борьбой добился замечательных успехов и до сих пор служит примером вот этой профсоюзной борьбы. Так вот, Сергей Анатольевич Ковалев тоже можно рассматривать, как руководитель крупнейшего профсоюза и должны рассматривать Федерацию профсоюзов России. Вот он однозначно выступил в поддержку вот этой нормы, однозначно, без всяких оговорок, без всякого обмана и мошенничества трудящихся. Потому что вот его позиция очень ясна. А что предусматривает программа задачи коллективных действий в отношении рабочего времени? Введение 6-часового рабочего дня и 30-часовой рабочей недели без понижения общего заработка и увеличения времени оплачиваемых отпусков. Вот позиция, которую занимает Федерация профсоюзов России и ее руководитель Сергей Анатольевич Ковалев. Поэтому не будем говорить, что в России все профсоюзные объединения предали рабочий класс. Вот одно предало, а другое не предало. Там, конечно, можно спросить, но почему-то вот как-то мы мало знаем, а вот позиция Федерации профсоюзов России. Ну, а что же удивляться, неужели в это известие российской газеты будут продвигать позицию Федерации профсоюзов России, которая, так сказать, четко соответствует интересам рабочего класса и всех национальных работников. Ну, не будут продвигать. Значит, попенять Сергея Анатольевича Ковалева, что вот он так мало или недостаточно продвигает, тоже нельзя. Сергей Анатольевич Ковалев, возглавляя самый боевой профсоюз, досконально знает дела и, так сказать, использует всякую возможную ситуацию для улучшения положения тысяч авиодиспетчеров, борется за это, человек очень загруженный. Да, значит, требуется, чтобы просто было некоторое расширение Федерации профсоюзов России, приток новых сил, которые бы взяли бы часть ноши по руководству Федерации профсоюзов России, да, и подключились бы к этой работе. И тогда бы активно продвигали вот эту идею. Поэтому я не думаю, что здесь надо упрекать Сергея Анатольевича Ковалева в том, что эта позиция мало звучит. Надо помочь, да, в ее озвучивании. Вот что сегодня мы делаем. А главное в этом деле не то, что будут говорить люди на камеры, писать в газетах, а что они будут делать. Я имею в виду люди в профсоюзах. И вот я хочу сообщить и порадовать всех сторонников трудящихся, что мы сегодня с вами переживаем исторический такой факт, исторический момент, когда впервые во всей послереформной России, ну или постконтрреволюционной России в рамках первичной профсоюзной организации на коллективных переговорах представителями работников выдвинуто требование сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Где же состоялось это событие? Вот сейчас начались коллективные переговоры в Саровской генерирующей компании. Значит, это предприятие энергетики в Сарове или в Арзамай-16. Это больше известно, может быть, для тех, кто следит за тем, как создается и крепится наш ядерный щит. И вот там профсоюз защиты был инициатором этой меры и является инициатором этой меры. Как вы знаете, защита входит в Федерацию профсоюзов России, была одним из соучредителей этой Федерации России, этого объединения. И вот представители работников выдвинули это требование. Вот это исторический факт. Исторический, во-первых, потому что еще очень редко кто из боевых профсоюзов доходит до стадии коллективных переговоров. Скажем, проекты коллективных переговоров, в которых есть такая норма, норма о 60-х рабочих дней, есть у многих, скажем, у 10 представителей профсоюзов на разных предприятиях. Такие проекты есть. Но довести их до стадии коллективных переговоров удалось только в Сарове. Я думаю, что это по всей многомиллионной России, а у нас наемных работников десятки миллионов, и профсоюзных организаций десятки тысяч, и членов профсоюзов пока еще десятки миллионов. Но вот исторический факт, что вот только в этом месте, или пока в этом месте выдвинут такое требование. Наверное, надо говорить пока, потому что сил передового премьера свое дело и сделает, и это теперь будет нормой для ведения коллективных переговоров, или станет нормой в большинстве профсоюзных организаций, по крайней мере, в рамках боевых профсоюзов. Значит, люди, которые внесли это предложение, а возглавляет профсоюз защиты, Валентин Владимирович Кальвет, совершенно сознательно это сделали, совершенно сознательно опирались на профсоюзную программу задач и коллективных действий. То есть вот как вообще программы входят в жизнь. Они не просто пишутся, они не просто лежат в столах, они служат руководством действия для тех, чьи интересы такие программы, и в нашем случае речь идет о программе задач и коллективных действий, такая программа выражает. Ну, как вы думаете, как отнеслись работодатели? Ну, как полагается работодатели. Сначала с большой опаской, и сначала, я говорю сначала, потому что коллективные переговоры еще идут, продолжаются, ну, категорически, значит, отвергают это предложение. Я вот думаю, что для сведения руководства этого предприятия будет интересен следующий факт. Как вы знаете, Саровская генерирующая компания входит в состав Росатома. Это крупнейшее предприятие российское, передовое. Эта гордость создавалась многими поколениями, по крайней мере, тремя поколениями, и советских людей, и дружников России, и рабочих, и специалистов, и ученых. Вот сегодня Росатом возглавляется Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. Алексей Евгеньевич Лихачев имеет большую биографию, он радиофизик, я могу о нем говорить достаточно со знанием дела, поскольку я знаю его больше 30 лет. Я хочу отметить, такой интересный факт из биографии политической Алексея Евгеньевича Лихачева. Вот он в начале 2000-х был депутатом Государственной Думы, вовсе не депутатом фракции Коммунистической партии Российской Федерации, и ему тоже предстояло голосовать за проекты Трудового кодекса России. И вот в то время в Нижнем Новгороде активно действовал Совет Рабочих, как руководство Объединения Рабочих Нижнего Новгорода и области. И Объединение Рабочих Нижнего Новгорода в лице своего совета обратилось ко всем депутатам Государственной Думы, которые проходили по округам Нижегородским и области, с тем, чтобы они поддержали проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии или, по крайней мере, против него не уступали. Голосование за проект было поименным. Руководство Саровской генерировщей компании, примите во внимание, следующее обстоятельство, депутат Лихачев не голосовал против проекта Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии. Он не захотел быть противником рабочих, а этот проект, напоминаю, предусматривал сокращение рабочего дня до 7 часов. Сейчас речь идет о большем сокращении. Поэтому не надо думать, что надо выслушаться перед начальством. Вы сначала поинтересуетесь, а вообще начальство у вас какое? И за что оно выступает? И уж так ли оно будет против этой инициативы? Дайте возможность вообще работникам проявить свою инициативу. Ну, когда-то поддержите ее, да, уж не будьте прямую, не выступайте против этого. Неужели это будет хуже? Неужели вот в ковид люди работали по сокращенному режиму? И неужели у вас, вот скажите, пожалуйста, вот производственная программа стала не выполняться? Я обращаюсь ко всем предпринимателям. Там ведь есть толковые люди, они организаторы производства. Ну, вот какой-то классовый просто предрассудок. Вот, дескать, если вот мы шевельнем рабочее время, если чуть меньше, ну, все рухнет. Да с чего это рухнет-то? Ну, вы хоть примите внимание, что 150 лет назад предприниматели, так сказать, капиталисты, которые были заинтересованы в вашем деле не меньше, ну, при спривании своего дела и бизнеса, чем вы, значит, происходило сокращение рабочего времени. И что бизнес рухнул? Да не рухнул он, он стал современным. Я бы так сказал, что тот бизнес современный, который идет в русле сокращения рабочего времени, потому что в этом случае мы получаем работников, хорошо обученных, да, которые имеют время обучиться, повысить квалификацию, заинтересованных. Мы тогда получаем мотивированных менеджеров, которые понимают, что для увеличения, скажем, той же прибыли надо что-то делать, организовывать производство, а не просто заниматься тем, что будет организация заработной платы. Ну, я вот обращаюсь и к предпринимателям тоже, знаю, что в массе своей, конечно, вот они не поддержат такую инициативу, но я напоминаю, что были такие предприниматели, которые поддерживали. Напоминаю еще просто, чтобы люди не думали, что это голые слова. Был такой предприниматель английский Owen, который по собственной инициативе в 19 веке сократил рабочий день с 14 часов до 10 часов. Был такой предприниматель Ford, до сих пор, ими его, так сказать, бегать по нашим улицам, в виде автомобилей Ford, который сократил по собственной инициативе до 8 часов. Был такой предприниматель, ладно, Америка, там Англия, Бугроб, но это вообще Нижегородский капец. На его мельницах в начале 20 века по 8 часов трудились, так как другие трудились рабочие по 9-10 часов. Он сам вел. Ну где-то должен появиться человек, которого будут через 100 лет говорить, что был такой Owen, был Ford, был Бугров, а был, скажем, Сафонов или Сафронов, Петров, Иванов. Ну встаньте в этот ряд, пожалуйста, да, хоть кто-нибудь. Или, по крайней мере, не мешайте рабочим делать то, что нужно для развития отечественного производства. Разумеется, я не связываю перспективы сокращения рабочего времени с инициативой и с доброй волей предпринимателей. Мы знаем, что в общественной жизни все решается борьбой заинтересованных сторон. В сокращении рабочего времени, рабочего дня, рабочей недели наиболее заинтересованы работники и рабочие. И своей организованной борьбой они этого обязательно добьются. Обязательно. Вот как добились люди 8-часового рабочего дня, как добились 7-часового рабочего дня, так они и добьются 6-часового рабочего дня. Это будет. Неужели кто-то сомневается в этом? Это просто смешно. Это надо тогда забыть всю историю. Добьются. Поэтому не надо идти против потока истории, не надо идти против прогресса, а надо ему помогать. Ну, политическая партия, которая занимается этим и помогает профсоюзным организациям. Речь, конечно, об общественном объединении. Есть рабочая партия России. Она программу задачи коллективных действий полностью включила в свою программу партии. Разумеется, мы идем и дальше. И мы говорим о том, что надо будет биться и за 5-часовой рабочий день и дальше понижать рабочий день. Но сегодня мы активно поддерживаем профсоюзовую борьбу за сокращение рабочего дня до 6 часов. Ну и я думаю, что наша партия, рабочая партия России, может гордиться тем, что Валентин Владимирович Кальвит, который, выражая волю своего коллектива, внес предложение о сокращении рабочего дня до 6 часов, это член рабочей партии России. И не просто член, а один из руководителей, сопредседателя рабочей комиссии Центрального комитета рабочей партии России, член Организационного бюро. Вот так творится история. И давайте, товарищи, нашими общими усилиями добиваться сокращения рабочего дня до 6 часов. Успехов профсоюза защиты Саровской генерирующей компании, я не сомневаюсь, что солидарность всех мыслящих рабочих, всех сторонников рабочего класса будет оказана профсоюзам. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok